ПЕСНЯ Так проходит репетиция Воронежского хора под чутким руководством народного артиста России, профессора, композитора Вячеслава Помельникова. Его он возглавил в далёком 1983 году. Именно при нём Воронежский народный хор удостоился звания академические. В 1986-м коллектив стал академическим званием, самое высшее. Это уже спрос другой. Когда мы выезжаем, допустим, в зал Чайковского в Москву, две с половиной тысячи зрителей, зал такой, приходят одни асы. Туда посмотреть. И вот, если можно посмотреть, вы знаете, Воронежский хор 75 лет. И вот вы видите, каждый номер, 26 номеров, зрительный зал мощнейший, две с половиной, профессионалов, каждый номер отбивали свои ручки. Профессиональные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Воронежский академический русский народный хор имени Масолетинова – это всегда особая магия, которая чувствуется даже во время репетиции. Хочется вслед за артистами, пуститься в пляс. Настолько энергетика коллектива передается всем, кто становится вольным или невольным свидетелем происходящего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Спрашиваем у артистов прославленного коллектива, который насчитывает, к слову, 100 человек, в чём секрет успешной деятельности Воронежского народного хора. У нас очень интересная программа, которую написал Вячеслав Николаевич. Аранжировки, обработки. Очень много, очень разнообразная программа. Очень интересно работать. У нас всё движется, всё меняется. Очень интересно. Что любопытно, худрук коллектива был лично знаком с самой знаменитой солисткой Воронежского хора, народной артисткой СССР Марии Мордасовой. Причём случилось это задолго до того, как Вячеслав Фомельников возглавил народный хор имени Масолитинова. Фомельникову было всего шесть лет, когда он впервые увидел королеву частушек в родном Старомосколе, где на тот момент выступали артисты Воронежского хора. У нас в семье был заведён такой порядок, что отец играл как бы на баяне, мать пела. Ну, так, у них хороший слух был, у отца он шахтёр был, но с хорошим слухом мать, прекрасный голос был. И они пели все мордасовские частушки воронежские. И вот это, говорится, я слушал уже, мне это было там четыре-пять лет и дальше. И вот, наконец-то, приехал Мордасово, бригады, сейчас скажу, человек, они были 45, не полный коллектив, как это, но это уже. И вот они пять долгих лет приезжали в Староевску. И я рос тоже. И однажды отец мне принёс баян, и я сыграл там, понимаете. Они говорят, ну надо же играть, как взрослые уже. Мордасова сама сказала. Похоже, судьба нашего героя была предопределена уже с детства, ведь именно родители привили Помельникову любовь к русской народной песне. Я уже знал хор, структуру его, и каждый год, когда приезжала Мордасова, мне отец приводил отчитываться перед ней, как я росла. Я в музыкальной школе учился уже. Уже там играл произведения классические, народные. Пять лет. Поэтому я всё время перед ними был. И поэтому я, когда хор встал в вопрос сюда, я с удовольствием пошёл. Вячеслав Помельников младше воронежского хора всего на пять лет. 10 декабря его руководителю исполняется 75 лет. Правда, сам юбиляр о своём возрасте вспоминает редко. Работа ходрука настолько многообразна и насыщена, что, безусловно, его года – его богатство. Как нам показалось, его запала хватит на двоих. За свою многолетнюю историю коллектив хора неоднократно являлся лауреатом песенных фестивалей, смотров и конкурсов получил международное признание. Во многом, это заслуга его идейного вдохновителя и бессменного руководителя. В следующем году будет ровно 40 лет, как Вячеслав Помельников возглавил прославленный коллектив. А Вячеславу Николаевичу здоровья крепкого, в первую очередь. Чтобы много-много лет ещё был с нами, без него мы никак. Всему коллективу развития, процветания, любви зрителей, новых концертов, площадок, новых концертных номеров. Всё зависит от Вячеслава Николаевича. Он с нами и всё прекрасно. К слову, худрук воронежского народного хора не только мастерски владеет баяном, но и виртуозно импровизирует на рояле. Причём русская народная песня – не единственная страсть Вячеслава Помельникова. Нам он раскрылся ещё с неожиданной стороны, как любитель джаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2023 году Академический Воронежский русский народный хор имени Масолитинова отметит своё 80-летие. 5 марта в Театре оперы и балета пройдёт юбилейный концерт, посвящённый этой дате. А это значит, что в очередной раз это будет незабываемая атмосфера праздника, торжества народной музыки и русской песни.